В трудных жизненных ситуациях мы часто часами стоим в очередях, чтобы поклониться мощам святых угодников Божьих, надеясь и проси у них помощи. Также ездим по различным храмам, помолиться чудотворным иконам с той же целью. Не означает ли это, что мы не верим в промысел Божий и забываем о том, что на всё Его святая воля, в том числе и на наши трудности и скорби? Суть тут не в этом. Здесь, конечно, мы верим, что это Бог попускает наши трудности, наши скорби, наши болезни. Это-то мы верим. Мы не верим в другое, что все эти скорби и болезни являются лишь чисто внешним знаком милости Божией по отношению к нам. Беда в чём состоит? Что мы ищем исцеление от болезни и скорбей и ни малейшего внимания не обращаем внимания на исцеление от тех, простите меня, гадостей, которыми наполнена наша душа. Мы ищем хороших плодов, а никак не хотим позаботиться о корнях. Вместо того, чтобы каяться, искренне каяться в своих грехах, посмотреть свою жизнь перед священником, перед Богом, исповедоваться, причаститься, изменить свою жизнь, вместо изменения жизни мы давай по всем мощам, по всем чудотворным иконам ставить свечки ещё, а сам, каким я был, таким остался. Какое это поразительное безумие! Никакой святой, никакая икона, никакие мощи не помогут тому человеку, который не кается в своих грехах, который не изменяет своей жизни, знаете, как аллергия? Что её? Вы думаете, можете легко помазать, и всё прошло? Нет! До тех пор, пока мы не найдём, от чего она, эта аллергия, пока не найдём! И не прекратим кушать вот эти апельсинчики, никакими мазями, мы не избавимся от этих болячек! Так и здесь! Нужно обратить внимание на душу свою, на необходимость покаяния, на необходимость доброго отношения к людям, осуществлению хоть в малой степени главной христианской заповеди о любви к ближнему, а мы вместо этого, слушайте, вы это поразители! Вместо этого идём к иконе, к мощам! Это что такое? Простите! Я был злодеем и остаюсь злодеем, но зато я поцелую икону! Да Иуда причастился даже! И сатана вошёл в него с этим причастием! Слышите? Высшие святыни, которые есть на земле – причастие! И с этой святыней сатана вошёл в Иуду! Почему? Потому что он остался Иудой! Так и мы, хотя бы мы перед всеми иконами чудотворными, ко всем мощам съездили, а если мы остаёмся теми же самыми и не каемся, не просим прощения, не примиряемся с нашими ближними, с теми, кого мы оскорбили, обидели и так далее, не воздали им добро, так никакие иконы нам не помогут! Надо это помнить! Это язычники только так думают! Надо каяться, надо исповедоваться, надо причащаться – тогда, пожалуйста, можно обратиться и помолиться перед какой-то иконой! А то ещё что придумали! От такой-то болезни нужно молиться только вот такому святому! Да ещё читать только такую молитву! Прямо по язычеству! Вот такие книжища выпускают! Кому молиться, от чего и когда? До чего дошли? Господу Бог уже не нужен! Господь Бог! Ну что? Да что он нужен? У меня есть вот такой-то святой какой-нибудь! Я к нему и обращаюсь, ему поставлю свечку! Ну, давай, давай, святой! Ну, что ты там медлишь-то? Я что, тебе напрасно свечку поставил, да? До чего дошли? Христианство всё внимание обращает на душу, на состояние души человеческой! Говорит, необходимо бороться с этими терниями и волчцами, которые там! А мы хотим отделаться свечечкой! Вот! Ничем от язычников не отличаемся! Посмотрите! Встаньте в очередь! Подойдите к очереди, которая стоит в какой-нибудь святыне, с монетофончиком, диктофончиком, спросите, вы что стоите? И вам скажут, зачем стоять? Ни одного человека не найдёте вы, который вам ответил! Я стою, чтобы избавиться мне от раздражительности! Нет! Или от зависти! Нет! Или от тщеславия! Нет! Что вы? Я знаю, что стою, муж гуляет, сынок пьёт, дочка не устроена, голова болит, рак вот появился! Никто! Вы слышите? Это христиане называются! Какое поношение! Христиане! Ни слова о своих гадостях, которыми наполнит душа! Дай нам только, Господи, вот! Дай здоровье, дай благополучие, дай процветание! Вот кто нам нужен! Теперь поняли, почему антихриста примем? Мы, христиане, поняли? Вот почему! Он скажет, здрасте, это всё нормально! А зато у вас будут туалеты из золота! О-о-о! Всё! Я вам дам хлеба и зрелищ! Ура! Ты наш Бог! Никакого Христа нам и не нужно! Вот что мы делаем! Поэтому тот, кто хочет действительно быть здоровым, слышите? Это слова святых! Хочешь быть здоровым? Начни жить по заповедям Божьим! Начни каяться в своих грехах и преступлениях! Начни жить, как учит церковь! А мы очень ловко подменили! Подменили! Нет, я уж лучше съезжу по тысяче святых мест и поставлю тысячи свечей, и всё в порядке! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!